Детский гомон и плеск воды. Обучение новых воспитанников всегда начинают с умения держаться на плаву. Ноги скрестить и так лежать. 5 минут. На 5 считаешь. До того, как прийти в бассейн, Ангелина плавать толком и не умела. А безопасному поведению на воде здесь учат в первую очередь. Водоемов в городском округе хватает. С этой целью даже открыли специальные курсы для третьеклассников. Дети пришли к нам, мы их рассаживаем, объясняем. У нас есть техника безопасности. Все рассказываем детям. Они проходят бассейн. И во время занятий мы все прекрасно. Мы каждого ребенка смотрим, чтобы они умели держаться на воде. Во-первых, это у нас наши упражнения по плаву, звездочка. Чтобы ребенок себя чувствовал, уверен держался на воде. Но сколько продержится на плаву сам бассейн, никто сказать не берется. Хотя долгожданное счастье должно было случиться минувшим летом. Спонсоры заявили о желании помочь еще весной. Но прежде чем начать ремонт, нужно было подсчитать стоимость работ, а это миллионы рублей, и подготовить все необходимые документы, на что потребовалось немало времени. Плюс еще сами работы заняли бы 3-4 месяца. К концу июля таков срок приемки готовности центра к новому учебному году уже никак не успевали. Капитальный ремонт плавательного бассейна, то есть замена кафеля, большой чаши плавательного бассейна, и замена гидроизоляции, а также насосов обязательно будет. И это мы планируем провести ремонт, начиная с марта по май месяц. Сегодня для проведения занятий у нас в плавательном бассейне имеются все условия. Занятия начались уже 9 сентября, дети набраны, и в 74 учебных группах занимаются 1200 детей. По словам директора ЦРТДЮ, спонсоры вызвались помочь сами, и от обещаний не отказываются. Можно было начать ремонт и в июле, но тогда тысячи воспитанников на несколько месяцев остались бы без бассейна, а коллектив педагогов без работы. Руководство центра посчитало это недопустимым, поэтому ремонт решили отложить на весну следующего года.